Всем привет! Сегодня уже 2 сентября, дети все отправлены в школу, ну а у меня появился свободный день и я сразу же выбрался на охоту, взял с собой сегодня старенький ИЖ-27, никогда вам его не показывал сегодня решил прогуляться с ним, сегодня будет охота такая чисто разведывательная натоптать тропинки и посмотреть наличие уток на озерах, потому что уже раз 5 ходил на вечерки лед очень плохой, по 1-2 налета бывает за вечер, добыл одну утку, по многим еще не стреляю очень маленькие они, вероятнее всего много хлопунцов, сейчас это проверим добывать не знаю буду, нет, сегодня без лодки, налегке, если возьму, то сегодня 1-2 утки и то такие материковые, крупные, потому что ну пока они не едовые летают в общем такая прогулка, больше на ноги, погулять по лесу, что получится смотрим пойдемте быстрее вот все стволы одинаковые, пятерка, бесконтейнерная, 32 грамма азот погнали пока иду до места, хотел вам немного рассказать про свое ружье, которое никогда вам не показывал да и последние где-то 2-3 года я его совсем не брал из сейфа ружье было мне куплено в 16 лет где-то это далекий 2000 год у меня до этого была одна стволка где-то года полтора-два ну а потом мне уже купили вертикалку из 27 86 года выпуска который у меня находится до сих пор долго я никак не мог стрелять из него мне не подходила цевьё с прикладом поэтому мне сделали сначала из березы ну в общем не сделали, а какой на ней был приклад березы с цевьём мне мастер один очень хороший мой знакомый обточил его немножко, чтобы он легче был, сделал новые насечки в виде дубовых листьев вроде бы было нормально но всё-таки низковато она была поэтому было решено ещё щёчку сделать на прикладе но это тоже мало что изменило в прикладе стести ружья поэтому я купил найдя через интернет Илью такого с Москвы он мне продал кап ореха очень красивый заготовку и мне мастер уже другой делал по моим параметрам уже новый приклад без цевьё, просто приклад который получился мне в пору начал я охотиться хорошо но потом сначала я ходил только на ути на охоту потом начал ходить уже на зайца и двухстволки стало мне мало было решено купить франчо предатор с которым я потом ходил и поменял его на беретту но сейчас мы подходим к озеру поэтому максимум тишины даже не бояться заметили будто летать нет три штуки от этого года выводок небольшой был ветер я к ним подошел прям впритык ну будьте летать они думают что их не видно вот что значит когда не хочет стрелять в них будут сидеть до последнего давайте попробую шагнуть возьмем они меня увидят кыш 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 даже так не боятся Но это не хлопунцы, это уже такая взрослая утка. Вот так вас давно бы уже съели. Мухи уже появились, такие вот штуки. А вот и наша брёнышко. Всё ещё лежит. А вот тут лось переходил. Вот копытки какие. Согласен. Согласен. Самец. А, там две они с самочкой. Вот так вот выглядят переходы животных. Тут вот они натоптали тропу. Вот прыгают через то дерево поваленное. И вот дальше пошли в лес. Как будто люди постоянно тут переходят. Так как тут самая мелкая часть этой протоки. Поэтому они туда ходят. Но пойдемте дальше в лес. Нас ждут утки. Вот что я вам еще хотел показать. Только перешел и увидел. Там не стал шуметь. Купалки животных в основном делают кабаны. Купаются, чтобы их не донимали мошка, комары, всякие кровососы. Вот такие купалки они себе делают в грязи обваливаться. Но я уже, если честно, даже забыл, как может быть приятно и легко ходить с краткоствольным ружьем по лесу. Моя беретка, конечно, соберет тут все ветки, траву. Это даже идет за мной сзади. Там висит. Ничего не чиркает почти вровень с моей головой. Поэтому очень комфортно ходить по лесу. Сейчас у нас будет два озера. Сначала зайду на которые побольше из них. Там я стрелять никого не буду. А просто понаблюдаем, что там сейчас происходит. Потому что по вечерам я слышу, что доносится отсюда. Я слышу голоса уток. Хочу понаблюдать, кто тут сидит. Как плотно сидят. В общем, посмотрим. Греют на солнышке. Греют на солнышке. Поехали. Вот так. Греют на солнышке. В общем, все готово. закончилась моя ходовая охота ни капли не расстроен что ничего не добыл зато получил массу удовольствия размял ноги около 6 километров я прошел как показывает мой трекер сделал для себя вывод что пока утка сидит на больших озерах на больших болотах на маленьких протоках и маленьких лужах вообще ничего нету и утки не особо много не знаю с чем это связано но покажу вам много чего интересного что он снимал сегодня надеюсь вам такая охота понравится а в дальнейшем уже будет пролет вот там мы будем добывать ледовых уток а сейчас отдыхать всем спасибо за просмотр пока